Пик сбора меда и развития пчелиных семей приходится на июль-август. Зачастую это основной источник заработка на селе. Правда, порой привычный ход жизни прерывается внешними факторами. Так и случилось в Колпнянском районе, где не первый год во все колокола бьют местные пасечники. Южное нашествие саранчи типа павильонов. Ну это пчеловоды, да, такие же как мы, вроде как мы считаемся людьми все, правильно? Но люди до такой степени наглые. Вот она деревня Воровнова. 400 метров от домов, где живут бабушки, которые не могут слово сказать. Я не знаю, с кем они договариваются вообще. Вот у нас это проблема. Мы не можем найти, с кем они договорились. Встали пять павильонов. Погоня за медом порождает кочевников, пасечников, которые возят свои улья в наш регион на протяжении уже нескольких лет. Большинство из них передвигаются по стране без каких-либо разрешительных документов, которые могли бы гарантировать чистоту их пчелиных семей. Выезжала главный ветврач с нами, оштрафовали их. У них нет ни карантинного удостоверения, с которым они должны выезжать. Должно быть разрешение нашего губернатора, что они могут въехать в нашу область. И разрешение их губернатора, что они могут выехать из своей области. Но этого у них нет. Завидев нашу съемочную группу в сопровождении местных пасечников, гости из южных регионов явно занервничали. Да и общаться спокойно они настроены не были. Езжайте с Богом отсюда, езжайте. Основная проблема таких заезжих в том, что пчелы, которые не получили одобрения санитарного врача, а могут быть распространителями заболеваний, что ведет к массовой гибели. Клеймить всех кочующихся нельзя. Среди тех, чья стоянка оказалась в Колпнянском районе, есть и такие, у которых совесть чиста и документы в порядке. Мы приезжали и согласовывали все с главным агрономом хозяйства. Он нас привез сюда, объехали мы места и он здесь предложил. Местные признаются, система наложения штрафов не помогает абсолютно, сумма мизерная. Да и найти обход не составляет труда. А вот чего ждать орловским пасечникам от этого соседства пока не ясно.